Весна наконец пришла, согрела своим ярким солнцем волгоградцев, однако в парках все меньше людей. Виной тому пандемии и объявлены на территории области карантин. Тех немногочисленных смельчаков, что вышли прогуляться в парке, мы решили спросить, почему им не сидится дома. Коронавируса я не боюсь, потому что вирусов и так всегда было много и везде. Но я надеюсь, что за счет этой ситуации чудесной, да, люди просто будут больше думать о своем здоровье. И наконец-то, как оказалось, мыть руки будут чаще, а до этого можно подумать, не надо было мыть руки. Конечно, смешно, парадоксально, но может быть просто будут трепетнее относиться к себе и своим близким. Лично мое мнение, я как-то не погружаюсь в эту панику, я как будто бы в стороне, у нас тут парк, прогулки. В принципе, ничего не изменилось с ребенком, мы как были на карантине, так и остались. Мы с мужем стараемся сильно не слушать новости, ну как бы мы в курсе, но не погружаемся, не расстраиваемся, не паникуем. Просто стараемся укреплять иммунитет, заниматься здоровьем и соблюдать какой-то здравый смысл. То есть не ходить в какие-то людные места, все не трогать. Вот какая-то минимальная такая гигиена, что ли, и уверенность в том, что иммунитет поборет. Даже если какая-то болячка придет, она ее поборет. И все, стараемся особо не негативить и не общаться с людьми, которые в панике. Заниматься спортом, витамины принимать, какие положено. Конечно, ничего не бояться, стараться думать о будущем. Сейчас важно сохранить не только физическое здоровье, но и душевное. Людям бывает нужна помощь специалистов, и это касается не только физического здоровья, но и душевного. Мы попросили психолога рассказать волгоградцам, как успокоить себя и унять тревожные мысли в голове из-за пандемии коронавируса. Если касается конкретно непосредственно ситуации с пандемией, с ее развитием, то я думаю, здесь необходимо просто соблюдать необходимые меры предосторожности. Заботиться о своей гигиене, о гигиене близких людей, ограничить контакты социальные по возможности. Опять же, по возможности. Потому что невозможно, правда, как я считаю, в современном мире просто сесть дома и закрыться на месяц. Как минимум в магазин за продуктами сходить придется. Ну и что еще? Официальные источники читать, официальные источники. Потому что, к сожалению, или к счастью, благодаря вседоступности интернета, СМИ сейчас может выступить любой школьник, любой человек, который просто, ну ему нечем заняться дома, он станет вещать и писать все свои страхи как раз в интернет. Люди друг друга читают, вот эти страхи приумножают. В принципе, по большому счету, массовая истерия так и распространяется, потому что страхи одного человека приумножаются страхами другого, и происходит эта массовая паника. Самоизоляция – это не время для паники и тяжелых мыслей. Во время карантина нужно не забывать не только о чистоте тела, но и души. Но есть гигиена еще эмоциональная, психоэмоциональная. То есть необходимо ограничить количество негативных новостей. То есть перед сном точно не то, что не рекомендуется. Я бы даже прям запретил чтение и просмотр всех этих статистик по ситуации, особенно перед сном. То есть лучше что? Лучше почитать какую-то позитивную литературу, может быть, посмотреть комедию, ну или просто какой-то легкий фильм. Заняться самообразованием, в конце концов. Ну, многих пугают планы, которые стоят на будущее. Но, возможно, сейчас имеет вид действительно поразвивать свое мышление, свою фантазию, не в плане, как все плохо, а в плане, как все может быть хорошо. Итак, простые правила. Чаще моем руки, гуляем на свежем воздухе, делаем зарядку, читаем полезные книги и как можно больше улыбаемся. И меньше думаем о вирусе и его опасности. Екатерина Алтухова, Андрей Сабитов, телеканал «Волгоград-1».